Духовник это слишком ответственное послушание, несение духовничества. Поэтому я думаю, что даже сейчас духовников как таковых и нет. Когда все эти старцы последние ушли, Иоанн Крестьянкин. Вот я, например, считал Иоанна Крестьянкина, я за него молился, потому что он же благословил, чтобы я не уехал. Меня хотели в свое время в Литву забрать, чтобы я там рукоположить, а он не благословил. Я за него молился, благодарил его за это. Он предсказал, что через два года я буду священником, как раз это так и случилось. Все точно так. Но опять же, я с ним разговаривал один раз в жизни, а я его почитал духовником. А вот сейчас я, например, молюсь, ну это я открываю, да, ему нет ни тайны никакая, за владыку, значит, нашего владыку Филарета, потому что он для меня просто отец по-натуральному, потому что мой отец ушел очень рано, у меня как только мама была, да. Поэтому каким-то вопросом я к владыке Филарету прибегал, и у него спрашивал многое. Поэтому он даже, может, и не знает, что я молюсь о нем, как о своем духовном отце. А у нас получается, мы в каких-то с вами приходах, и в этих приходах у нас есть священник, который мы, ну вот, исповедуемся часто. Он знает уже вас, если вы к одному ходите, священнику. Если к разным, ну к разным, так к разным. Духовник вам сердце подскажет, потому что священнослужители очень разные. Это очень здорово, что Господь промыслительно так сделал, что есть очень строгие, которые просто шкуру сдирают, да. А есть очень добрые, которые гладят по головке. Но каждому из нас нужны разные люди. Одному нужно действительно по головке гладить, другому так, ремешок, так, чтобы, значит, подстегнуть. Кнут, да. Поэтому там где-то так вот, если ты почувствовал, что есть у тебя священник, которому ты вот притекаешь, ты ему исповедуешься. Я не стесняюсь открыть, например, я к отцу Анатолию Ковалеву покойному. Но можно сказать, да все время до его смерти я к нему приходил, у него исповедовался, отца Анатолия Ковалева. Хотя мой духовник, но я о нем тоже молюсь, как о духовнике, тоже как о духовнике. Потому что я пережил тот момент у отца Анатолия Ковалева, когда действительно я исповедовался, и вдруг так реально совершенно, реально, натурально я вдруг почувствовал вот это облегчение, которое должно приносить искренне такая настоящая исповедь. Реально почувствовал вот это вот. Поэтому я потом просто к нему и приходил там на службы. Меня все время пытались там любящие прихожане, значит, то Капитрального собора, что Петропавловского собора, там, отец Игорь, идите в алтарь. Я говорю, я не, я хочу помолиться вот вместе с людьми, это так здорово. А они меня, ну не, ну в алтаре, да нет, я не хочу, я хочу, я хочу с Юркой стоять и молиться. Мне это очень приятно. Да, с людьми, это очень здорово, да. Вот я, например, к нему ходил все время, к отцу Анатолию Ковалеву. Вот. Сейчас отец Виктор Беляков, я к нему хожу вот тоже, сейчас, после отца Анатолия, как бы, он для духовенства, он входит в состав, вот как раз, отец Игорь Латушка, он возглавляет, он главный духовник Минской епархии. А вот, отец Андрей Ремешонок, там, ну ему вот и многие, и в том числе отец Виктор Рякович, они входят вот как раз в вот эту группу священников, которым священники исповедуются, которым мы приходим и исповедуемся. Вот я сейчас к отцу Виктору прихожу. Опять же, да, мне по сердцу этот человек, мы вместе когда-то еще в церковь ходили, когда просто были простыми прихожанами, как-то я его знаю, не знаю, сколько, десятков лет. Потом есть фотография, где я уже освящаю Пасху, я уже священник, а он еще там и подякин, прислужник, а он там несет у меня купель, и так далее. Поэтому сегодня, вот понимаете, что, почему это сейчас редко, действительно, духовник, вот понятие духовника, который мог бы, это человек, который имеет особые дары от Господа Бога. Это редкость совершеннейшая, когда человек может вести нас по жизни, какие-то такие трудные моменты жизни, он помогает, советует и так далее. Это сейчас, как бы, редко. Нам сейчас достаточно исповедующего священника, которому мы можем открыть сердце свое там искренне, так сказать, глубоко. И этого нам достаточно. По какой причине? Потому что нас ведет Господь Бог. Господь сам ведет нас. Поэтому мы к нему обращаемся, а священник это, да, действительно. В начале 90-х некрасивые вещи были, когда вдруг все захотели быть старцами. Помните, на слуху было «младостарчество», да? Откуда взяли эти «младостран» старцы? Дело в том, что тогда, в начале 90-х, хлынул вот этот огромный поток людей, в том числе и молодых людей, которые, ну, мы называем неофитами. И я сам неофит был, как бы, можно сказать, хотя я долго в церковь ходил еще. Потом несколько лет, я года 3-4 пел в малом хоре Кафедрального собора. После работы основной я бежал на троллейбус. И отец Николай Алексеевич, протодиакон, которого вы знаете, конечно же, вот он руководил нашим малым хором. Мы там вот как раз пели в этом малом хоре. А потом вот хлынули эти молодые люди, которым тоже захотелось быть великими очень. Сразу же захотелось быть великими. И вдруг они столкнулись с тем, что это очень трудно, что на это может быть уйти вся жизнь. А очень хотелось послезавтра уже стать старцем. Ну да, знаешь, всю жизнь и ждать, пока состаришься, С годами шепот приходит и Господь, что это правда. Нет, а так захотелось просто быстрее это сделать. Вот откуда у нас это появилось уродливое явление. Причем, вы знаете, что? Огромный вред наносили сами прихожане, и я бы даже так точнее сказал, прихожанки. Так их называли тогда мироносицы. Вот это мироносицы, это группа поклонниц какого-то вот такого, который там изрекал некие там слова, да, и как приводился пример, едут мимо остановки, да, троллейбуса, там стоит восемь человек. И вот этот старец говорит, из этих восьми только двое спасутся. То есть сморозил, а бы что, да, но впечатление произвел. Впечатление произвел. И кто спасался? Да, и все, тут уже все. То есть он лучше знает, чем Христос. Или так, Христос ему открыл прямо такое, что никто вообще ничего не знает, кто спасется. Кто из нас уверен, что мы спаслись? Я, например, ужасаюсь и думаю, как Господь меня еще терпит? Господи, прости меня и сохрани, и наставь, потому что я не боюсь очень, конечно. Хотел, а, ну, минуту, ситуацию добавить, но, получается, в одной деревне рассказывали, ну, был такой священник старец, но он рассказывал, что определенного числа начнется Третья мировая война, ну, и в течение нескольких месяцев конец света. Ну, люди, получается, накупили запасов еды, подготовили подвалы. Ну, да, да, прошла, но проходит несколько дней, несколько недель, ничего не происходит. Ну, люди идут разбираться, что это такое было. Ну, священник такой, ну, сидит со скромным лицом на полном серьезе и говорит, я за вас молился Богу, поэтому Бог вас помиловал. Да, скажи, да. Добавил. Ну, здесь, вы знаете, что, конечно, все это нам понятно, да? Да, мы знаем с вами, что, действительно, святые отцы, святые отцы, которые никогда даже не дерзали считать себя старцами какими-то и так далее, никогда этого не было, никогда не приказывали, как в начале 90-х годов приходит женщина, там, значит, нет, берет благословение на замужество, нет, ты не жени, замуж не выходи, а ты давай постригайся в монахини. Это же, вот только что было такое, изуродовали сколько судеб и жизни людей, такие вот псевдо-старцы, конечно. А если мы возьмем старцев оптинских, никогда в жизни никто не приказал и не сказал, только советы, только советы, больше ничего, никакого приказа нет. Это старцы, а вот это все, то уродливое, что мы с вами, к сожалению, нам пришлось это пережить, это, конечно, все это подделка, все это от лукавого. Вот и все. Вот, вы знаете, вот они распространяются такие видео, беседы, вот сидит мальчонка такой молоденький такой, и уже у него там уже поклонники, и все сидят и внимают его таким прозорливым речам, вот он говорит. Значит, когда его биографию, то, оказывается, три года назад он вообще крестился, кто его постриг в монахе, это поразительно, человек три года назад крестился, а он уже старец, то есть он уже там вещает, там пророчествует и так далее. То, что мы знаем пророчество о том, что будет война, о том, что, значит, будут гонения на церковь, и даже более того, вы знаете, что пророчество, что 70 лет будет, так оно и получилось, это гонение, потом это прекратится, и даже золотые купола будут опять, и строятся храмы, золотятся купола, это все понятно, но вообще-то такой для нас, для нас-то какой важный момент в этом, в этих всех пророчествах. Там говорилось, там действительно нас предупреждали о том, что будет, но в принципе, вот то, что произошло, мы должны видеть причину, по какой причине все это Господь Бог, значит, попускает, почему эти были страшные гонения на нашу церковь и так далее. Причина этого, конечно, нас интересует.